Здравствуйте, друзья! В эфире Фолк Ток. Фольклорные разговоры с участниками руководителя творческих коллективов Филоновской области, которые занимаются непосредственно народным творчеством. Народная песня, фольклор, народный танец и, конечно, народная музыка. Всего доброго, спасибо, спасибо. Сергей Гарманов, уроженец города Заворск Ивановской области, получил образование в Ивановском училище культуры, а затем в Московском государственном университете культуры и искусств по специальности художественный руководитель народно-певческого коллектива, хормистер, преподаватель по специальности дирижирования. Поначалу начал работать в Ивановском училище культуры преподавателем хоровых дисциплин и на его счету два выпуска молодых специалистов-коровиков. А позже стал педагогом на новом отделении, которое открылось в Ивановском колледже культуры, как преподаватель по специальности музыкальное звукооператорское мастерство. В 2011 году принял на себя руководство коллективом «Златоуст». Является сертифицированным экспертом компетенции звукорежиссура в рамках чемпионатов Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия. Сергей, добрый день. Добрый день. Ну, с вашим коем-климом я уверен, что знакомы очень многие ивановцы, и, наверное, не только ивановцы. Но мы будем традиционно наши разговоры начинать с нескольких фактов о себе. Очень нетривиально. Каждый день читаю фантастику. С детства причем. Хочу научиться играть на горбошке. До сих пор не умею. Ты не умеешь? До сих пор. Да, ну вот балалайка, духовые, там, гитары, все хорошо. То есть не совсем мультиинструмент. Да, не совсем. Хочется этот пробел восполнить. То есть я занимаюсь как бы по возможности. Но все-таки я такой как бы гитарист. Там ведущая левая, я правша. А на гормошке все-таки тут правая. И по грифу как-то это... В общем, тренируюсь, стараюсь. Каждое утро делаю зарядку. Давай поговорим о коллективе, который, насколько я знаю, достался тебе в наследство. Да. Не ты стал его прародителем. Точно так. И в каком году он вообще появился в наследство? Значит, коллектив образовался в 95-м году на базе Ивановского колледжа культуры. Тогда еще училище культуры. Значит, основали его Ирина Юрьевна Свецова. Молодая в то время преподавательница, которая приехала из Института культуры. Когда закончила, она его заканчивала очно. И Марина Николаевна Ковалева, тоже преподаватель колледжа культуры. И целью создания коллектива была популяризация фольклора, фольклорной песни. Воспитательный момент такой для студентов, заинтересовать студентов. То есть основная часть людей в коллективе это все-таки студенты? На тот момент были, да. На тот момент большая часть участников была студентами. Причем, кроме них, еще и маленькие дети, у кого были на тот момент, то есть их тоже включали в программу. То есть они участвовали в каких-то представлениях. Значит, в дальнейшем выпускники, которые заканчивали институт и возвращались, допустим, сюда, также продолжали участвовать в коллективе. Ну и вот на данный момент у нас тоже есть какая-то часть студентов. И в основном, основную часть состава, это выпускники. И кто уже работает по специальности или даже кто не по специальности работает, тоже продолжают ходить в коллектив. А в каком году принял руководство этого коллектива? В 2011 году. Когда я заканчивал колледж культуры, Ирина Юрьевна, одна из ведущих преподавателей, уходила в отпуск, так скажем. И Марина Николаевна Ковалева предложила помочь ей в этом трудном деле, потому что одной, четыре курса очных, четыре курса заочных, ну как бы тяжело. Вот. И, то есть, езжай, говорит, поступай в Московский институт культуры. Я говорю, а если не поступлю? Ну ты попробуй, говорит, съезди. Ну ладно, поехал, поступил. И, то есть, тут же меня как бы приняли на работу. Естественно, первый курс, который мне дали, 10 девчонок, вообще ни одного парня, 10 девочек. Вот. И я немножко удивился. Первый раз формистером работать, да, тяжело. Ну, дальше уже как бы пошло легче. Первое время, конечно, непривычно, я никогда не работал преподавателем. У меня немножко, как бы, шок был легкий такой, знаете. Ну, сейчас ты уже... Сейчас все, да, да, сейчас все хорошо. Слава Богу. Фольклор. Это тема довольно интересная, объемная. Да. Но фольклором ведь очень сложно заниматься, потому что же выискивать репертуар. И я знаю, что вы, руководители, во всяком случае, раньше, в советское время, направлялись в очень долгие экспедиции. Каким образом находите фольклорный материал для своего коллектива? На моей памяти мы ездили 3-4 раза, вот, в Гавпосад, ездили в Сабино ездили 2 раза, ездили в Заволжский район, ну, сами своим ходом в Пистяки ездили, да, несколько раз, в консамблю Лебедушка. А как происходит отбор фольклорного материала? Вы приезжаете в деревню, находите каких-то очень пожилых женщин, и мужчин, и вы требуетесь с них? Мы спрашиваем, мы спрашиваем, кто поет, кто знает старые песни, и нам сразу, так, вот в тот дом идите, вот там вот бабушка там, Тоня, она вообще у нас, главное, запевала, все знает, старые песни. Мы сразу идем, естественно, к ней, может ли она нас принять, если она, бывает так, что сегодня она нас не готова, например, принять, приходите завтра, я, говорит, буду готова. И мы, естественно, ходим, узнаем, где еще в этом районе могут быть певцы какие-то, и то есть на следующий день, когда она уже готова нас принять, мы к ней приходим, и она начинает, включая магнитофон, и пошла запись. Потом, естественно, есть песни, которые часто встречаются, популярные. Сначала они поют известные песни, но постепенно память как бы срабатывает так, от свежего к более раннему. И постепенно они начинают вспоминать песни, которые им пела мама, бабушка. И таким образом, как получается, мы поднимаем более старые пласты, такие древние, да? Вот. И, то есть, выискиваем, как бы, вот такие вот песенки интересные. Основа репертуара коллектива становится, это все-таки песни больше Ивановского края. Ведь Ивановская область объединила в себе такое искусство культуры Ярославской, Владимирской, Костромской губернии. На каком принципу строится такого певиона? Ну, так как мы больше все-таки более профессиональный кликник, ну, более взрослые люди как бы поют, мы поем не только ивановские песни, хотя эти песни тоже у нас в репертуаре есть, обязательно. Вот. Ну, кроме этого, мы еще включаем песни различных регионов также для, как бы, развития слухового опыта, так сказать. Потому что юг, например, звучит по-другому немножечко. Если нашим бабушкам на концерте спеть южную песню, не все это воспримут, вообще могут не воспринять просто. Они не слышат просто, не понимают, что это такое. Вот. Ивановскую песню запел, у них все сразу, глаза расцвели все, они улыбаются, начинают подпевать. Все хорошо. Чужой регион не всегда воспринимается. Ну, есть известные песни, которые, да, там, распрыгайте хлопцы кони, естественно, все сразу, а, известные как бы песни. Вот. Ну, репертуар составляем таким образом, чтобы все регионы представить. Конечно же, спеть как казаки настоящие мы не сможем. Мы имитируем звучание казачьего ансамбля какого-то. То есть мы слушаем, берем нотный материал и начинаем учить. Слушаем, пытаемся воспроизвести такой же звук, например, да. Если это южная, белгородская песня какая-то, да, или курская, то же самое. Мы, то есть, слушаем, выбираем песню, естественно, слушаем музыку, как поют бабушки эту песню. Потому что разные села соседние, вот прям, которые живут рядом, могут с друг другом не контачить. Эти петь не умеют. Вот мы умеем петь. Они друг с другом вместе спеть одну и ту же песню не могут. Расскажи о самом курьезном случае на кастролях или на концертах. Обязательно такие случаются. Бывает такое, бывает, что песни похожи друг на друга, особенно ивановские. Есть две-три песни, которые, ну, начинаются фактически одинаково. И у концертмейстера, у гармониста бывает замыкание. И он на ухо мне говорит, какой мотив на пое. Какой мотив. И ему так, пока там какая-то пауза, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ему раз, он, а, все, и начинает. То есть, бывает, что замыкает просто. Ну, бывает. Это нечасто звучит? Нечасто, ну, слава богу. Концерты планируются. Что там планируется? Лукообство? Ну, мы планируем. Поездить по конкурсам, по возможности. Мы, в принципе, регулярно ездим в Москву. Нас регулярно приглашает наш профессор, который нас выпустил. Я у него выпускался, Литвиненко Анатолий Анисимович. Он работает в Московском институте культуры. Вот у него 10 февраля был выпуск. Тоже заочное отделение. Прекрасный концерт. Вот, мы стараемся ездить. И, кроме того, у него каждый год проходят концерты в ДК Родина, в Химках. И он всегда нас приглашает. Мы стараемся всегда приезжать, вот, по возможности. Мы будем надеяться, что в этом году, в году, который у нас, в годом сохранения культуры народов России, концертных выступлений будет гораздо больше. Мы обязательно у вас увидим на большей сцене. А все балансы. Пожелаем, если вы видите, как и уже Александр Борисович, и имя Сергея Гарманова. Переходите, слушайте. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok